Уже более 15 лет владельцы гаражных боксов ГСК «Сигнал» не могут использовать свой гараж по назначению. В период дождей и обильного таяния снега с крыш течет вода. Виной тому частная автостоянка на крыше здания. А вверх – это автомобильная стоянка, которая находится прямо на крыше наших гаражей. У нас два этажа, а вот она на третьем этаже. Подошел туда, спросил, сказал, что у меня бежит этот гараж. Оказалось, что они перепутали температурные швы. Надо было левый сделать, а почему-то правый сделали вот этот. И у нас в два гаража залилось много-много воды. И вот с этого года началась проблема. Потом, когда народ начал жаловаться, он пытался где-то что-то ремонтировать. Там рубероид какой-то крыл, камень сыпал. В общем, все это дело хватало буквально, может быть, даже на лето, на осень. Когда дожди начинались осенние, то опять все сырое. Ну а самая проблема – это весна. После того, как мирно договориться с хозяином стоянки о ремонте испорченной крыши не удалось, владельцы боксов стали подавать на предпринимателя в суд. Тем более, нашелся еще один повод для обращения к правоохранительным органам. Были суды о том, что потому что он не платил не только вот этого, не ремонтировал, он не платил ни земельный налог, ни членские взносы, вообще ни разу не платил. И когда суды выиграли, мировое соглашение заключили в том, что он будет ремонтировать ее, будет платить и так дальше все. Это мировое соглашение удвинул суд, потом отнесли судебным приставам, и когда судебные приставы приступили к производству, он взял, передал. В Росреесте переписал, на сестру на свою переписал. И, соответственно, те исполнительные листы, которые остались, они получились, что не исполнены, потому что другой собственник этого все. И судебные приставы отказали, потому что собственник поменялся. Несмотря на то, что номинально владелец крыши поменялся, фактически стоянка осталась за прежним. Для него изменился лишь статус. Из хозяина крыши он превратился в арендатора. Спустя время походы в суд повторились. Повторилась и смена хозяина крыши. Вернулся прежний. И так несколько раз. Ну там получается парадокс. Он доказывает в суде, что это не его, потому что это гараж, мы бы крышей должны ремонтировать собственники, которые внизу, на втором этаже, гаражей. А в то же время люди, когда попытаются подняться на крышу, он говорит, я вам не пущу, потому что у него действительно есть в этой юстиции зарегистрированное право собственности на эту крышу, у него есть свидетельство о праве собственности. И получается, что это его собственность. То есть он имеет право пустить, не пустить и так дальше. Крыша будет приходить в негодность. В негодность могут приходить и автомобили, расположенные ярусом ниже. Жидкость, капающая с потолка, разрушает перекрытие и выедает краску на машинах. К тому же старая электропроводка в гаражном комплексе может в любой момент замкнуть. Тем не менее, для некоторых владельцев гаражей, по мнению правозащитников, исправить ситуацию хоть и трудно, но возможно. Что разрешил разместить на своей крыше, собственной крыше, вот в чем смысл. И что он там разрешил разместить, уже не суть важна. Главное то, что он разрешил, и вот это размещение влечет какие-то негативные последствия. То есть это его решение было. И если уж он принимает это решение, то он должен был это решение обеспечить, чтобы от этого решения не страдали другие лица. Поэтому, по моему мнению, нужно подавать в суд именно на собственника крыши, а не на собственника стоянки. Я считаю, что каждый собственник, как автомобилей, так и вот этого гаражного кооператива, должны обратиться в суд с исковыми требованиями к тому виновнику, который досаждает им, вот тем, что не принимает те или иные решения и не проводит какие-то мероприятия, которые бы исключили затапливание их автомобилей. Каждому причинен ущерб, кому-то персонально, индивидуально, вот он и должен его доказать. Однако, такой вариант возможен лишь в том случае, если у владельца гаражного бокса есть право на частную собственность. Таких, к слову, сказать совсем немного. И тут важно понимать, членская книжка или задокументированное право на безвозмездное пользование помещением в данном случае для суда документом не являются. Для правосудия такие собственники – ненадлежащие ответчики. А значит, для них защита законодательствия не предусмотрена. Видите, вот красота какая-то. Вот такие технологические сталактиты, которые образовались путем естественной кристаллизации, битума какой-то жидкости, которая капает к нам на голову, на наши машины. Вот оттуда сверху, вот как результат деятельности, это стоянка. Вот щиток, ржавый щиток, да, в любой момент может быть короткое забыкание, в любой момент здесь может быть пожар. То есть вот эта ситуация, она представляет опасность для нашей жизни, для нашего имущества, на самом деле. И очень странно, что никто не реагирует на это. Вот и получается, что слова Крылова «из кожи лезут вон, а возу все нет ходу» для большинства владельцев гаражей этого кооператива оказались пророческими. Последний шанс – придать проблеме общественную огласку. Авось власти услышат, да помогут.